Всем привет! Сегодня у нас в обзоре перчатки бренда RIVAL, а именно перчатки для спалингов RS11V и перчатки для мешка RB11. Поехали! Лично для меня в последнее время бренд RIVAL ассоциируется с Василием Ломаченком, хай-теком в боксе. По сути эти перчатки такой же Evolution и такой же самый хай-тек, но об этом немного поподробнее. Начнем с того, как рука чувствует себя в этих перчатках. Кулак полностью довернут, дожему в перчатках ничего не мешает, большой палец пришит анатомически и не просто на обыкновенный какой-то ремешок, а на такую кожаную полоску. Плюс есть специальный выступ в перчатках, который также добавляет защиты большому пальцу. Что примечательно, он не средней жесткости, а немного мягче, что в принципе так же хорошо гасит удар и работать в них очень приятно. Внешний материал перчаток сделан из натуральной зернистой кожи. Она не имеет никакого неприятного запаха, а также очень приятная на ощупь. Внутри разработчики ставили сетку для лучшей вентиляции, что тоже хорошо и подходит для долгих спаррингов. Что касается подкладки, то сделана она из прочного и влаговпитывающего материала. Но как мне показалось, если честно, она чересчур скользкая и перчатка заходит прям как по маслу. А теперь тот самый хай-тек и эволюшн этих перчаток. Их фиксация. Настолько удобной и максимально эффективной затяжки я еще нигде не встречал. Разработчики реально постарались. И теперь немножко с этого момента поподробнее. Один ремешок идет у нас ровно, второй под углом 45 градусов. Один стягивает саму перчатку в районе запястья, второй стягивает перчатку в районе большого пальца, то есть конец ладони. И выглядит это примерно так. По сути это очень комфортно и практично, ведь одним затягиванием вы регулируете сразу две области. Плюс липучка скошена тоже под углом 15 градусов. И как заявляет Ривел, это тоже некая хай-тек технология, но плюсы от нее я так и не заметил. Что касается всей конструкции фиксации, то сделано все тоже очень продуманно. Пластиковые детали, на которых затягивается ремешок, спрятаны вовнутрь, чтобы вы не повредили ни себя, ни своего спарринг-партнера. Липучка также прошита и спрятана в шоу, чтобы она не оторвалась. Что касается дизайна, то разработчики Ривел действительно удивили. Это реально хай-тек. От себя бы я добавил немного длины этим перчаткам. Здесь реально не хватает. Делаются такие перчатки в пяти расцветках и в трех размерах. 14, 16 и 18 унций. И перейдем к снарядным перчаткам. По факту это копия этих перчаток. Все та же самая кожа, та же самая сетка, подкладка, застежка, только уже не скрыта. Но есть отличия и не в лучшую сторону. С этого поподробнее. Первый существенный минус, так это наполнитель этих перчаток. Здесь он просто нереально жесткий. И мне кажется, разработчики просто чересчур перестарались жесткостью наполнителя. И это минус. Второй минус это положение кулака в перчатках. Дожим кулака неполный. И по сути он повторяет любительские перчатки. Плюс ко всему этому добавляется жесткость пены, которая мешает дожимать кулак и делает сопротивление. Ощутимо это с тем, как вы просто качаете руку эспандеров. А при работе на мешке, где удары идут на силу, положение кулака должно быть правильным. И в таких перчатках у меня работа вызывала дискомфорт. Вот реально, если бить в этих перчатках, дискомфорт в том, что неправильно догнут кулак. И это минус. А что еще немного не продумано, так это вышитый логотип из ниток, который попадает на ударную часть. Со временем эти нитки просто разлетятся. Делаются эти перчатки также в пяти расцветках и в трех размерах. М, Л и ХЛ. И мой честный вердикт. Перчатки для спаррингов я бы рекомендовал бы. Мне они понравились, работать в них тоже комфортно. А самое главное фиксация, которая сделала просто прорыв в области перчаток. Что касается перчаток для снарядов, то здесь ничего хорошего сказать я не могу. По факту это просто какая-то неудачная копия перчаток для спаррингов. И если бы разработчики сделали правильный доворот и менее жесткую пену, то я бы их мог порекомендовать. А так нет. Эти и другие перчатки вы сможете купить в нашем интернет-магазине FUA. Ссылочка будет в описании. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!